Буллинг, изоляция и колоссальные нагрузки. С чем столкнулись украинские дети в Европе? Торжественные линейки, цветы и первый звонок. Так выглядит 1 сентября для миллионов школьников. Однако не для всех. Трудности с адаптацией, социальная изоляция, колоссальные нагрузки, а порой и травля. Дети украинских беженцев, которые переехали в европейские страны после начала конфликта, столкнулись на новом месте с отнюдь не детскими испытаниями. Для их родителей 1 сентября стало днем выбора – вернуться обратно в Украину или бороться за место под чужим солнцем. Что шокировало украинцев в европейских школах? С учебой в Европе у наших детей не все складывается гладко. Украинки говорят, что проблем хватает. Есть случаи буллинга и откровенной травли, в том числе на почве войны с Россией. Не все довольны качеством образования. Например, в некоторых школах детей сразу отправляли на уроки без знания языка. И даже учившиеся в украинской школе на отлично автоматически становились двоечниками. В других школах, наоборот, учили только язык, а по остальным предметам год фактически выпал. Но даже после подтягивания иностранных языков нашим детям нередко предлагают учебу только в слабых классах, пишет украинское издание «Страна», которое пообщалось с родителями школьников, переехавших в прошлом году в Европу. Большинство украинских детей смогут закончить обычную школу и затем получить лишь рабочую профессию, рассказала изданию учительница Татьяна из Лейпцига. На первом классном собрании родители сразу начали задавать мне вопросы, какие шансы у их детей поступить после школы в немецкие вузы, говорит Татьяна. И я честно сказала, что пока очень небольшие, так как для этого нужно закончить гимназию. А пока претендовать на учебу в ней украинские дети не могут, ведь они даже языка не знают. Это стало шоком для многих родителей, ведь в Украине их дети учились в хороших лицеях, посещали дополнительные занятия, шли на медаль. Я не стала им говорить, что шансов попасть в немецкий лицей и хорошо его закончить у ребенка, которому сейчас 14-16 лет, очень мало. Для этого нужны сверхусилия. Большинство смогут закончить обычную школу и затем получить рабочую профессию. В Лейпциге для украинских детей организовали адаптационные классы. В них весь прошлый учебный год дети учили только немецкий. При этом в одном таком классе собрали всех, от самых младших до старшеклассников. Никаких других школьных предметов им не преподавали. Если бы дети не учились дистанционно в украинских школах, то фактически потеряли бы год на изучение языка. Отдельные адаптационные классы для украинских детей открыты также в школах Финляндии, Португалии и Румынии. В них год ребенок учит только язык, а по школьной программе накапливается отставание. Однако есть и другие примеры, когда детей без языковой подготовки просто посадили за парту в иностранной школе. Полтовчанка Елена, сын которой учится в итальянской школе в Радерима, рассказала стране, что ее ребенка определили в обычный класс. Единственное первое время не спрашивали и не ставили оценок. Ребенок пришел после первого дня в школе в шоке, рассказывает женщина. Да и я не понимала, как он будет учить физику на итальянском, если итальянского не знает. Язык в итоге немного подтянул, но только на разговорном уровне. И для этого нам пришлось нанимать учителя из Украины и заниматься с ним дистанционно. Впрочем, полноценно учиться в школе он все равно не может. Мы приняли решение. Все силы бросаем на дистанционное обучение в украинской школе, а итальянскую посещаем просто для галочки. Благо, атмосфера там хорошая. Учителя особо не наседают. Сидит ребенок тихо и ладно. Многие дети продолжают тянуть две школы. Одну в Европе, а вторую дистанционно в Украине. Качество дистанционной учебы – отдельный вопрос. Нередки случаи, когда ребенок просто числится в украинской школе, но особо с ним никто не занимается. Но те, кто учится полноценно, жалуются на огромные нагрузки. Понятно, что уже в этом году многим придется окончательно решать, какую школу бросать – украинскую или европейскую. Это, собственно, и решит – останется семья в Европе или вернется в Украину, отмечает страна. Многие дети украинских беженцев боятся идти в школу из-за травли со стороны одноклассников. Киевленка Елена, которая сейчас живет в Польше, рассказала польскому изданию Ток.ФМ, что ее сын подвергся буллингу. До каникул мальчик учился в седьмом классе. Он услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его отец, который на войне умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать, говорит Елена. Теперь мальчик не хочет идти в польскую школу. Он боится, что это случится с ним снова, рассказывает женщина. Украинка Ирина, которая живет в Люблине, отмечает негативное отношение поляков к использованию в их стране украинского языка. Бывает, что когда я разговариваю с кем-то по-украински, например, на автобусной остановке, я слышу комментарий «Это Польша, и здесь говорят по-польски», рассказала женщина. Вместе со своими детьми Ирина учит польский. Она окончила языковые курсы и пытается говорить по-польски. «Иногда мне не хватает польских слов. У меня восточный акцент. Некоторым людям это не нравится», говорит украинка. В школах Варшавы учатся около 17 тысяч детей из Украины. Большинство из них в начальных школах. По оценкам экспертов, примерно в два раза больше украинских детей не посещают польские школы. Некоторые продолжают учиться в украинских школах дистанционно, а некоторые не учатся вообще, поскольку испытывают депрессию или проблемы с адаптацией. Детям нелегко, они часто не ладят со своими сверстниками. Бывают, что их называют бандеровцами. Бывает, что школьники из Польши повторяют украинским детям то, что слышали от бабушек и дедушек об украинцах, что они плохие, что они совершали преступления на волыне. Это одна из причин, почему у нас уже есть матери, которые трижды меняли школу своим детям. Они часто бежали от ненависти или дискриминации, рассказала ТОК-ФМ украинская беженка Лилиана. Дети бродят по паркам, а где родители? В особенно сложной ситуации оказались украинские подростки. Некоторые из них не ходят в школу из-за плохого обращения со стороны сверстников. Другие, даже если ходят в школу, пропускают уроки. Они бродят по паркам и торговым центрам. Я знаю случаи, когда родители даже не знают, что их дети уже несколько дней не посещали школу, потому что родители утром идут на работу. Часто возвращаются очень поздно. Они много работают, чтобы прокормить семью в Польше. Они даже не знают, что их дочь или сын вообще не выходили из дома. Рассказала ТОК-ФМ Рита Робинек, которая является ассистентом по межкультурным вопросам в варшавских школах. А иногда случается так, что украинские дети не посещают школу, поскольку заботятся о своих младших братьях или сестрах. Их мамы ходят на работу и не могут сами смотреть за детьми. У нас есть истории о том, как, например, девятилетний ребенок, сидя с младшим братом, потом, разговаривая с родителями, мы объясняем, что по польским законам этого делать нельзя, объясняет Рита Робинек. Наблюдается негативное отношение к детям украинских беженцев и среди польских педагогов. Сочувствие учителей постепенно подходит к концу. Педагоги все чаще ожидают от украинских студентов хороших академических результатов. Они считают, что после года дети должны знать польский язык настолько хорошо, чтобы иметь возможность проявить себя в математике, физике или биологии, говорит Рита Робинек. Буллинг – предвыборная стратегия ПИС. Ситуацию в Польше усугубляет и тот факт, что приближаются парламентские выборы. И политики не гнушаются использовать антиукраинскую повестку в электоральной кампании. В последние месяцы активно разгонялась тема волынской резни. Затем ситуация с украинским зерном, которое поставило фермеров в Польше на грань разорения, дошло до заочной перепалки между чиновниками в Киеве и Варшаве, что завершилось вызовом МИД Украины польского посла. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Но в данной ситуации скорее имеет место хладнокровный расчет. Антиукраинские настроения используют в своей предвыборной кампании правящая партия «Право и справедливость». «Мы будем агрессивны и не сдадимся. Либо мы возьмем антиукраинский электорат, либо конфедерация», – рассказал о стратегии ПИС польскому изданию газеты «Выборча» политик из правящего лагеря, пожелавший остаться анонимным. «Мы ясно и решительно покажем, что главенствуют польские интересы, а не украинские», – объяснил депутат от ПИС. Понятно, что общее настроение, транслируемое властями, впитывается обществом, а конечным адресатом становятся дети. Среди поляков можно слышать фразы «эти злые беженцы, те украинцы», – отмечает доктор Маргарет Ояновак из Института социальной коммуникации и медианаук Университета Марии Кюрис-Кладовской в Люблине. Затем это приходит в физическую агрессию, дискриминацию, изоляцию, и очень часто ребенок, испытывающий насилие в отношении своей личности, убегает из такой школы или класса. Кроме того, у подростков на этом фоне появляется все больше суицидальных мыслей, депрессий, кризисов психического здоровья, говорит эксперт. От солидарности к украинофобии. Что дальше? Трудности с адаптацией детей, налаживанием учебного процесса, а также случаи дискриминации и травли происходят не только в Польше. На прошлой неделе Чешское радио опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что за первое полугодие 2023 года случаев проявления агрессии по отношению к украинским беженцам было больше, чем за весь 2022 год. Мы наблюдаем беспрецедентный рост на упадок по национальному признаку, говорится в докладе, опубликованном организацией Инъюстития, которая специализируется на оказании помощи жертвам преступлений на почве ненависти. Волна солидарности, которую мы наблюдали до середины прошлого года, уже пошла на убыль. Украинцы остаются здесь, война продолжается. В чешском обществе украинцы хорошо заметны. Их здесь около 450-500 тысяч, и люди сталкиваются с ними ежедневно. Их легко идентифицировать, потому что они говорят по-украински, некоторые по-русски. Одновременно украинцы служат легкой мишенью для популистов и политических агитаторов, которые пытаются таким простым способом набирать очки. Рассказала основательница Инъюстития Клара Калибова. Большой резонанс в Чехии вызвал случай, произошедший 13 августа в городке Пласи. 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна с детьми 2 и 11 лет подверглись нападению по пути на аттракционы. К ним подошел мужчина, поинтересовался, откуда они, а услышав, что из Украины, начал оскорблять. А затем и вовсе применил физическое насилие. «Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Потом набросился на Лилю», – рассказала Татьяна. У Лилии оказался открытый перелом челюсти, перелом скулы и костей носа и другие травмы. Прохожие вызвали полицию, мужчину удалось арестовать. Власти Чехии публично осудили произошедшее. Однако проблему это не решает. И одно дело, когда с агрессором имеют дело взрослые люди, а совершенно другое, когда нападкам подвергаются дети. Этим летом чешское общество взбудоражило видео, на котором видно, как чешские дети нападают на свою украинскую сверстницу. Инцидент произошел во время школьной экскурсии в городе Апочна. Девочка подверглась оскорблениям из-за того, что она беженка. Один из подростков плюнул ей в лицо. Происходящее снимали на камеру телефона, а затем распространили в соцсетях. Видео прокомментировал бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебенис. Сказать, что я был шокирован этим видео, ничего не сказать. Да, они дети, но то, что они говорят, слышат от взрослых. Очевидно, что, несмотря на всю поддержку Украины, в Чехии уже давно существует украинофобия, написал он в Твиттер. Многие украинки, которые сейчас живут в Европе, рассказывают, что жертвой одноклассников становился либо их ребенок, либо дети знакомых. «Моя дочь не прижилась во французской школе. Там не дразнились по поводу войны, просто считали ее лузером. Друзей так и не нашла. На занятия ходила как на каторгу. В один день просто сказала, что больше туда не пойдет. И либо мы возвращаемся в Украину вместе, либо она уедет одна», – рассказала о стране жительница Киевской области Лилия. Еще зимой она с 15-летней дочерью вернулась в Украину из Тулузы. После начала конфликта миллионы украинцев устремились на Запад, прежде всего в Европу. Для некоторых это стало шансом переехать в более благополучные страны. Многие мечтали, что их дети, получив европейское образование, обеспечат себе в будущем достойную жизнь. Однако порой мечты расходятся с реальностью. Тысячам украинцев в конечном итоге пришлось забрать своих детей из европейских школ и вернуться на родину. И в преддверии учебного года число уезжающих из Европы украинских беженцев лишь возросло. Говорят, что 1 сентября все дороги ведут к школе, а кого-то эти дороги ведут домой.